Привет, друзья! Это новый влог. Мы выпадали после работы прокатиться. Погода прекрасная, выглянуло солнышко. До этого полный депрессняк был. Такой дождь вообще. Ну и прежде, чем начинать смотреть, обязательно подписывайтесь в ВК. Я не знаю, почему я выкладываю пост телегу. Подписывайтесь туда. Сразу какахи летят и дизлайки. По мне так вообще отличная платформа. Я так кайфанул. После того, как первый раз вообще загрузил видео, так быстро обработалось пипец. У меня разница, чтобы вы понимали, когда ролик уже с рендерин, заливая в ВК, ну он практически через 5 минут готов. YouTube 50 минут еще ждать приходится. Это и то Full HD. После того, как сняли монетизацию, у меня они что-то долго перемалываются. В целом, стата там очень хорошая. Сейчас ВК. Первый ролик, который я загрузил, уже больше тысячи просмотров. Залетайте. Я там контент выкладываю, которого нет в телеге. Поэтому, я думаю, будет интересно. Обои даже сегодня свои выкладывал. Ну, которые сам использую. Короче, все подряд там. Ну и в первую очередь, конечно, все ролики там появляются. Опять же, понятно почему. Потому что они быстро перемалываются. Смотрите, где мы тачку поставили сегодня. Я еще в лужу провалился. Мои белые кроссовки уже не белые. Вон там вот, смотри, видишь, где колесо. Я туда прям, если ты все поближе подойдешь и видишь. Вообще, это такой облом. Я думаю, все прекрасно понимают, когда у тебя новые белые кроссовки, и ты в лужу. Бац! Вот, смотри. Вот так вот. Там вот такая глубина, блин. Я именно поэтому сегодня вот в эти пошел. Мне их вообще не жалко. Это те, которые мы за 3 тысячи купили. Я не знаю, как мне в машину, блин, залезать. Через мое. Походу, так придется. Потому что эти не выдержат, они полностью тряпочные. Операция по перелезанию. Все это боюсь. Жалко пачкать. Так. Первую ногу. Где мои 20 лет? У меня. Все. Отлично. Ну что за кофейку? Да? Погнали. Прикольно вчера мы съездили. Что такое? Что такое? Прищемило волосы. Волосы дверкой, да. Ничего себе. Так рвануло больно. Вчера, кстати, мы вечером поехали домой из гостей. Тоже была проблема с навигацией. Ну, благо, я там знаю уже, как на север пробраться. Угу. Мне аж плакать хотелось. Вообще. Такая темнота была, как будто вот все, уже через 5 минут стемнеет. А потом дождь. Помнишь, как клеванул? А ты у себя тоже выкладывала где-то, я видел. В телеграмм, да, я выложила. Уже 29 число. Где лето? Катя? Ну, ты вообще не ко мне вопрос. Сама в шоке. Причем, по крайней мере, то, что я вчера смотрел, еще будут дожди. День или два. Главное, чтобы выходные не было. Кстати, нам Андрюха, ну, я вот Леся писал. Андрюху с Леся сегодня. Угу. Ну, вроде завтра, да, должны приехать. Отлично. Вот. А ты сказал то, что приготовишь свою шаурму, да? Я целый ролик, помню, выкладывал, показывал, как ее готовить. За полтора, полтора года, да, мы встречаемся примерно. За полтора года отношений мне Андрей ни разу вроде бы ничего не готовил. Ну, я не считаю. Чай сколько раз готовил? Нет, подожди, я не считаю, сделать чай или пету на гриль положить, или сосиску отварить. Я имею в виду, какое-то блюдо ни разу не готовил, именно блюдо. Покупай фартук, я голышом буду готовить. Да, давай. Я что про ВК-то рассказывал? Не знаю, почему у наших ребят какое-то отвращение к всему отечественному. Хотя, блин, ВКонтакте как платформа очень круто работает. Если бы в телеге добавился какой-нибудь функционал в добавлении видео, удобно, конечно, я бы и туда заливал. Но, как только я создал канал, помнишь, у меня были попытки? Это, блин, безумно неудобно. Тебе надо все видео скачать, и только потом ты его можешь смотреть. Херится память телефона, потому что это все выгружается. Не, не, это вообще хрень полная. А если ты будешь заливать под формат телеги, в таком говнокачестве, чтобы оно онлайн работало, там, конечно, вообще без слез не взглянешь. Ну, короче, качество очень плохое. Нет, спасибо, чувак, ты меня не пропустил. Спасибо. Что там нет никого? Стартуем! Наталью, морскую пехоту знаешь? Молодец. Молодец. Друзья, мы набрали продуктов, два пакета. Сейчас придем домой, обязательно покажем, что взяли. Распаковочка будет. Завтра приедут наши дружбаны, и я решу приготовить шавуху. Сто лет я ее не делал. Будет вкусно. Взяли лаваш, который я люблю. Ну, сейчас все увидите. Ну, и взял себе квас. Может быть, безалкогольное пиво найду. Но я люблю Эверфан. Самое вкусное. Но, блин, не знаю, может быть, его после своего уже и нету. И не найдешь. Ну, что, сейчас разберем пакеты. И цветочек, который принесла Катюха, смотрите, начинает опадать. Я ей о чем говорил. Надо пропылесосить. Вот здесь, если белая майка прислонится, она пыльца так херово отстирывает. Я сегодня раз пять уже протирала. То есть, стол был чистый. Потом делаешь вот так вот. И оно все сыпется заново. Так, что мы набрали? Не часто мы, кстати, с тобой это делаем. Всегда онлайн. И вот так вот с пакетами. Лимонадик искусила. Но это к шаурменику значения и отношений не имеет. Попробовали. Вернее, попробуем. Напиток мариновый снятый. Вареники. Ну, это Катюха любит. Я как-то по вареникам параллельно. Перменьки в последнее время такие. Прям супер микро покупаем. С курицей говядиной. Они прям молюськи у нас ноготок. Так, что там у нас еще? Это соус. Вот такой медово-горчичный. Я туда еще бахну немножко кетчупа. И будет очень вкусно для шалухи. Куриные сосисоны. Блинчики с мясом. Обожаю. Скажи вкусные. Честно, тебе понравились? Мне вот очень нравятся. Только упаковка другая какая-то. Я не эти брала. Ну, я раньше всегда эти брал. А они по вкусу одинаковые. Ну, это у нас молоко. Неинтересно. Ну, и тут шалухи. Тоже во вкус вилле взяли стейк. Из филе грудки. Взял исключительно, потому что всякую кожуру. И вот это все не любишь. И это сейчас буду мариновать. Зеленую гречку. Даже не ожидал, что очень вкусно. Два пакетика хрустящего айсберга. Еще ты покрошишь на эту морковку. И будет прям шоколадно. Вот. Это я себе вместо пива взял. Но если найду Everfun, то пиво попью. Безалкогольное. У вас домашнее. Мы до этого какой-то брали у мамки. Ну, что-то какой-то так себе. Вот. Это у нас два айсберга. Мазик. Ну, это как бы ничего интересного. А вот лаваш я всегда беру, ребята, вот такой коломенский. Вкусный и просто. Мне он нравится, потому что он плотный. И его, когда заворачиваешь, он... Ну, у него нет дырок. Вот, блин, я помню, армянский взял во вкус вилле. И там из дырок соус потек. Когда кладешь на гриль, он нагревается. И все это... Короче, фигня. А это очень плотно и вкусно. Сделаю вот такую шалуху, торпеду. Прям прикольно будет. Надеюсь, по-моему, с полтора года не делал. Вот, взял два. Потому что завтра кружбаны приедут. Ну, и в принципе, вот и вся распаковка. Сейчас мою руки. И буду тогда филе немножко нарезать и замариную. Маринад простой. Майонез. Вот этот. Лук. Перец. Соль. Все. Ничего лишнего. На ночь поставим. И завтра на сковородочке все пожарим. Ай, первый раз плачу при Катюхе. Готовлю, да, по-моему? Угу. Сегодня праздник какой-то. А Грия готовит и плачет. Блин, надо... Ну, убери его нафиг. Я уже вообще весь, вон, смотри. Глаза, видишь, какие? Убери его нафиг. Вот этот, вот этот. Это он. Я сначала думал, он не злой. Я как к нему приблизился. Ой, все, заплакал. Так, и перец нужен. Все, я посолил. Все сделал. Убираем. Чтоб Грия не плакал. Ой. Блин, перечницу такую купили. Я, блин, фигею. Для него 6 батарейк нужно. Вот для такой штуки. Охренеть. 6 штук. Я был недоволен. Ну, че он? Где? Перец ставим? Вот он. Вот это мало как-то сыпется. По чуть-чуть, да. Сейчас мы все батарейки сядут пока, да, блин. Это очень мало. Мне надо больше перца. Ну, может быть, у меня, конечно, здесь есть перец. Есть чеснок. Хочешь? Нет. Чеснок нам не нужен. Классика. Что, звонит? Походу, да. Аня? Да по-любому Аня опять звонит. О, Леся, прикинь, звонит Леся. Мы приехали Леся с Андреем в гости. Взяли вот такую замечательную штуку, которая называется «Тараган». Сейчас Андрей доправляет. Как это правильно ты рассказываешь? Собираю триггер с топой. Будет ходить прямо, красиво. Это очень больно. Вот эта штука дорогая. 60 косарей стоит фактически. Катю, ну ты там как, живая? Катю! Понятно. Видимо, очень больно. Да, ну, не очень приятная процедура, конечно, но зато потом будет прямо ходить. И сейчас мне тоже предстоит. Мои кривульки поправят, Андрюшка. Добрый. Вот заметь теперь. А как ты говорил, так стоит? Видишь? Стопа меньше завалена стала внутрь. Поздравляю, Катюх. Давай мои расскажем, покажем, на, Катюх, что там, как носки мне надо снять. Ну, я потом надену, ты говоришь, удобнее, да, когда он носка. И как раз расскажешь, что там у меня завалено, не завалено. У меня стопы сейчас очень гудят, слышишь? Ну, тепло им сейчас. И что? Стопам тепло, хорошо. Вот смотри у тебя. Пожалуйста. Поэтому ты хлябаешь одной ногой, и кроссовки протерты на одну сторону. Стопы завалены внутрь. Все прекрасно видно. Повернись спиной. По пятке будет сильнее видно. Вот, видишь, прекрасно. Вот эта стопа прям правая вообще опущена вниз. Вот, и поэтому он подхлябывает одной ногой. У меня, правда, на одном, именно на одном кроссовке все время стачивается быстрее, чем на другом. Ложись. Сейчас носочки надену. Наверное, тоже буду орать, да? Больно. Ты на самой мощной, да, Куча? Да, не в мощности делаю. Сначала делаем, работаем конусом по стопе, убираем зажим. Потом работаем пальцем. О, Катюхи, волосы. Ужас. Все проблемы часто, очень часто являются из-за стопы. Из-за того, что у нас стопа перенапряжена, от этого возникают все проблемы, и в позвоночник тоже это же уходит. Ну, ничего, сейчас исправим. Следующий ты на очереди, почему ты улыбаешься? Вот ты ей тоже делаешь? А почему в носках? В носках лук проще будет, не так больно. О, нормально! Нечестно! А ты, кстати, мне делал, когда у вас в гостях было, и, ну, не множество ноги, и... Пускай он тоже будет без носков. Мне сейчас в меньшей степени больно. Без носков? Да, но я же без носков была. Ты хочешь, чтобы мне так же было неприятно? Да не в этом дело, так лучше. Не, ну я храбрю. Скользить не будет. У него работы сейчас больше с стопой будет. Вот она завалена, вот видишь? Смотри, камера сюда. Вот она, Дмитрий, вот так опущена. Вот она. Видишь, свернуто сюда. А она, важно быть, развернуто. Сейчас материться начнем. Вот еще чуть-чуть, и это, все. Вот такой маленький аппарат, ну, а столько боли создать, ой. Жестая. Надо что-то схватить. Все, мне ладошки не снять хватить. Ай, больно. Вот он зажим. Бляха, муха. Все, вырубай нахрен. Я сейчас это уже готов к мату. Мне и так там говорят, не матерись. Все, Андрюха, все. Пожалуйста. Умоляю. Ну все, давай уже закончим с этим. Да реально, я не шучу. Вот вы думаете, что я тут, ай, больно, блядь. Прикалываюсь, мухера. Блядь. Чуть-чуть. Ага, теперь вставай. И рассказывай о своих ощущениях. Ух, сейчас, подождите, у меня в сколице тоже. Стой, 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 я хочу на свое записать поощущениях. Ну, рассказывай о ощущениях. Мне кажется, у меня что-то головокружение. Я не шучу. Хорошо, тепленько в ногах. А вот теперь пятки заново сними так же. Не надо снимать носки. Не надо? Отойди вперед, чуть-чуть туда. Заново сними. Видишь, эта сторона уже меньше стала заваливаться. Ага. По видео, если сравнить, то это будет видно. Тонус стопы появился, завал кончается, сразу стопа выравнивается. Есть еще косячок в икрах. Очень сильный болень, но очень зажатый. Если с ней поработать... Ой, больно. Наши руками делать. Очень болезненно. Если с ней поработать, то еще лучше будет со стопами. То есть на это надо в комплексе подходить к этому вопросу. Спасибо большое. Здоровья. Здоровья. На следующий раз оставим икры. Нафиг я не выдержу. Вот сейчас как будто легкий с ногах появился. Как будто напряжение все сняли. Угу. Как будто я их прям не чувствую. Мне очень хорошо. Ножки легенькие. Класс. Мы тут сидим, скучаем, кофе ждем. А они безобразницы там сидят. Чаи гонят. По-любому уже пьют кофе. По-любому с какой-нибудь плюшкой. 400 рублей. Один сколько? Андрюша наш семейный доктор. Что ж у вас? Не больно? Хорошо. Не больно. Андрюша, красота. Больно, мам? Нет. Хорошо, и раскрываемся. Выше, 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 руки в сторону потихонечку. А зачем это? Миша, Вова. Мне остается под лопатками сбалить. Не, Миша, прекрасно. Прекрасно заболела? Да. Что такое? Как тебе эффект? Отличный эффект. Надеюсь, что я выживу. Да ладно, уже все прошло. Ну что, классно, да, время провели? Да. Правда, мало записывали, но у нас вчера основная туса была. Кальян курили, болтали, в Луну играли. Чтобы вы понимали, у нас сессия длилась 3 часа. Жизни не видел, чтобы одна сессия в Луну столько длилась. Там просто зароба была не на жизни, а на смерть. Че снимаешь? Себя любимая. Аминь, я любимую, будешь снимать? Ну, тут такая красота в кадре, ну, как, как. Невозможно, да? Невозможно, да. А, еще я детью поставил видеокарту сегодня. Довольный пипец. Ну, такой влог вышел. И здоровьем занялись, и отдохнули. Здорово, да. А я, короче, начала, это, так, благополучно, как сказать без мата, благополучно забирать рубашки у Андрея. Я, типа, чтение их беру, они по всему, ко всем моему образу подходят. Тем более, сейчас модно носить оверсайз. Да, ты, конечно, очень часто забираешь рубашки, и получается так, что иногда борьба начинается. Я такой рубашка с вами, ты такой, ой, я хотела ее надеть. Да ладно, пару раз такое было, я никогда не вредничаю. Если бы хотел ты ее надеть, то забирай. Не-не, вредности нет, я не вредничаю, это же мое. Конечно, я никогда не претендую, если ты хочешь ее надеть. Понимаешь? А вот эту я, наверное, в стирку отдам. Тут, короче, ворот грязненький. Да, давай кидай. Все, я выключаю, иди. Забирай камеру. А, ну просто вырубить здесь, а? А я руки буду мыть.